В этом уроке мы поговорим о 3D-инструментах. Данный 3D-инструмент находится в данном блоке. Данный блок, мы рассмотрим два варианта инструмента, в которых есть еще дополнительные вкладочки с инструментами, которые сейчас я вам покажу. Давайте для начала откроем, например, необходимую какую-нибудь фотографию. Пройдем ее в 3D-инструмент, ну как бы 3D-объект, чтобы можно было с ними работать с 3D-инструментами. Нажимаем 3D-слои, можно новый слой из 3D-файла взять. Например, если у вас есть 3D-файлы, вы можете их открыть и редактировать в программе Водового Фотошопа. Но можно пересоздать с помощью данного пола 1, например, допустим, давайте можно взять куб, который можно вращать. Также можно сделать с помощью него сферу. Давайте вот, можно взять сферу. Вот таким успехом можно даже брать себе какой-нибудь рисунок карты Земли. Вот такой вот нашу планету можно сделать. Рассмотрим каждый инструмент по порядку. Первый инструмент, который здесь у нас находится, вот нажимаем правой кнопкой мыши, называется инструмент поворот 3D-объекта. Он используется для поворота модели вокруг оси X. Перемещает объект и камеру. Вот эти вот так можно вращать. Также, видите, вращается данная часть нашего изображения. Дальше инструмент называется 3D-rawl-tool, который называется так же инструмент вращения 3D-объекта. Используется для поворота модели вокруг оси Z. Перемещает объект, а не камеру. Видите, здесь у нас перемещается объект, камера не перемещается. Также, как и в другом инструменте, я говорил, что там перемещается тоже объект, а не камера. Следующий инструмент называется 3D-paintool, который является инструментом для 3D-панорамы. используется для панорамного движения камеры по оси X или Y. Перемещает тоже объект, а не камера. Вот так можем перемещать объект. И смотрите, как же он будет перемещаться. Инструмент 3D-slead-tool является инструментом скольжения 3D-объекта. Видите, вот так вот можем его с помощью мышки делать. Используется для поперечного перетягивания, чтобы расположить модель горизонтально, или для перетягивания вверх или вниз, чтобы расположить модель ближе или дальше. Видите, вот так вот простым способом можно все это сделать. Дальше инструмент 3D-scale-tool является инструментом масштабирования 3D-объекта. Используется для увеличения или уменьшения масштаба модели. Видите, можем его увеличить или увеличивать. Следующий инструмент, который называется 3D-orbit-tool, является инструментом для орбиты. 3D-орбиты используется для вращения, вращения по орбите камеры в направлении X или Y. Здесь он перемещает камеру, а не объект. Здесь вращается камера. По сути, можно здесь не понять, но если мы откроем 3D-объект какой-нибудь, если у вас есть на данном компьютере, пока я не пользуюсь им, я не пользуюсь им, нет таких объектов, то можно сразу же увидеть. Дальше инструмент называется инструмент вращения вида 3D-объекта. Используется для вращения камеры вокруг оси Z. Он здесь перемещает камеру, объект он не трогает. И дальше инструмент вращения вида 3D-панорамы. Здесь он тоже так же перемещает камеру, а не объект. Перемещается камера. Объект, соответственно, на том же месте. Инструмент перемещения вида 3D-объекта, следующий инструмент у нас называется, Здесь он у нас перемещает, как бы, точнее, отклоняется камера, а не объект. Мы так можем сделать приближение камеры, отклонение. Также следующий инструмент, который называется увеличение и уменьшение 3D-объекта, используется для приближения или удаления просмотра данного объекта. Видите, мы можем вот так вот, прям, близко увеличить или же уменьшить. Вот, показал вам необходимые инструменты, как они работают. На этом урок по 3D-инструментам подошел к концу.